Хиган Бана, 18 эпизод. Надеюсь, я сумею прочитать. Затем я пришла в себя. Пока вчера я оказалась перед своей квартирой, мне всё приснилось. Я не могла не верить. Однако, как и сказал, и за нами в том сне, это реальность. Завтра и послезавтра, каждый раз после окончания занятий, в другом измерении с моей жизнью на кону будут начинаться дьявольские догонялки с Богом Смерти. Я лежала и смотрела в потолок. Не видя смысла в жизни, я столько раз хотела умереть. Однако смерть, которую предложил мне Бог Смерти, было далеко от милостивой смерти в моём представлении. Ты о чём, Джек? Мне дали ужасную, отвратительную судьбу. Я не хочу убегать и по этой причине жить дальше. Жить дальше? Даже если я не вижу в этом смысла... Всего на несколько минут. Но борьба за жизнь против Бога Смерти на мгновение заставила меня почувствовать себя живой. Но это мгновение ничего не значит. Хоть я и выживаю в игре Бога Смерти, я не могу насладиться победой и ничего не получаю с этого. Я просто не хочу попасть в тот ад, и мне приходится бежать. Игра наказания, но безо всякой награды. В общем, игра без всякого смысла. Не покажи он мне заранее тот ад, я бы в первый же день отказался от жизни по собственному желанию. Я всё ещё не понимаю, Джек, о чём-то. В жизни нет смысла. И смерти его тоже нет. В конце концов, даже эта игра с Богом Смерти бессмысленно ничего не значит. Однако, лишь бы избежать того ада, я продолжаю бегать по школе против воли. Мне придётся делать так бесконечно. Наступив на тринадцатую ступень, я уже оказалась в аду. Омерзительный, адский желудок и ад вынужденного бега по школе. Можно выбирать только между ними двумя. Вдруг мне право вечно придётся играть в эту дьявольскую игру. Разве у игры не должны быть цель и конец? Да, моя жизнь ничего не значит, и всё-таки у меня должно быть право выбирать свою смерть. Пока что я жива, чтобы однажды умереть во сне и растаять. Я живу для того, чтобы умереть. Но даже это кажется бессмысленным. Чё там нормального? Пока я хожу в школу, эти внешкольные игры будут проходить каждый день. С каждым днём понемногу увеличивалось время, которое мне приходило сбежать. Иногда бывали дни, когда время по прихоти уменьшалось, но всякий раз это напоминало ошибку в расчётах. Каждый день число минут устойчиво росло. Однако мне нужно лишь бегать кругами по коридорам первого и второго этажей. И так до звона. Бесполезно кричать, плакать, бежать. Единственный способ выжить. Поэтому я закалила себя и молча бежала, отдыхала и снова бежала. Спустя неделю мне пришлось бегать почти столько же, сколько длится физкультура. К сожалению, я была почти на пределе. Я вся была в поту. Лёгкие сердца готовы были лопнуть. Но оставалось только бежать в шахматной позиции, держать за бок. Вероятно, время так и будет увеличиваться. И в конце концов дойдёт до часа. Хотя нет, наверняка мне придётся бегать ещё дольше. Невозможно. Он серьёзно хочет, чтобы я бегал, а так и дальше. Если время так и будет увеличиваться, в итоге меня точно убьют. Я слышала слух. Слух, что в каком-то классе есть девочка с шестыми... Оооо, чувства. Говорили, что она знакома с духами и хорошо разбирается в восьми школьных таинствах. Была такая. Естественно, мне казалось, что они преувеличивают. Раньше я считала это глупостью. Однако теперь всё иначе. Мне слишком хорошо стал ясен смысл поговорки «Утопающий схватиться из-за соломинку». Да, её зовут Мещиро Сакурада. Когда я расспросил о ней в классе, мне сказали, что она часто ходит во время обеденного... Куда она часто ходит во время обеденного перерыва? За школу. К маленькому синтоистскому храму в тени кустов. Присев перед ним, девочка с повязкой на голосу что-то бормотала себе под нос, поглаживая храм. Как и говорили, это явно была Мещиро Сакурада. Если я скажу ей, что наступила на тринадцатую ступень, что мне каждый день после школы преследует бог смерти, она мне поверит? Как бы там ни было, возможно, она знает способ спасти меня. Скажет ли она мне? С надеждой на это я заговорила с ней. Нечасто можно увидеть старых персонажей. Жнец в тринадцатой ступени? Я его знаю. Второй по рангу школьный ЛК, из-за нами. Да, да, он самый. Если я скажу, что бог смерти по имени из-за нами сделал меня своей мишенью, ты мне поверишь? Казалось бы, Мещиро Сакурада пристально смотрел на меня своим духовным глазом за повязкой. Я взглотнула и ждала ее слов. Однако она молчала. Словно не поверив мне, она наконец повернулась в другую сторону. Подожди, Сакурада, ты меня слушаешь? Конечно. Сейчас я говорю с господином Сакуношином. Э? Она будто разговаривала с духом храма. В любом другом случае, я бы подумала, что она тянет кота за хвост, но сейчас у меня не было выбора. Мне нужно лишь подождать, пока она закончится разговаривать с духом храма. Сакутара такой. У тебя проблемы. Господин Сакуношин говорит, что из-за нами необычно сильнее школьный ЛК. Этот бог смерти из-за нами каждый день преследует меня после школы. Выходит, ты наступил на тринадцатую ступень. Да. Тринадцатая ступень. Печать проклятий из-за нами. Он делает так, чтобы выбранная им добыча наступила на нее. Неустанно преследует ее и загоняет в ад. Да, уже несколько дней подряд, каждый день после окончания занятий, он преследует меня и гоняет во школе. Прошу тебя, я не хочу умирать. Скажи мне, как спастись. Она опять повернулась к храму и заговорила с духом, а потом посмотрела мне в глаза и ответила. Проклятий из-за нами длится сорок девять дней. О, окей, и срок все-таки. Сорок девять, сорок девять дней? То есть семь недель? Мысль об этом привела меня в ужас. Голова опустела. Чтобы спастись от бога смерти, мне придется бегать каждый день почти два месяца. И не просто. Сколько-то минут в день, два месяца подряд. Каждый день в эти два месяца время бега будет постепенно увеличиваться. Даже сейчас мне приходится бегать почти столько же времени, сколько я проможусь в физкультуре. Если время будет становиться все длиннее, в итоге она дойдет до одного, двух, трех часов, а то и больше. Как долго? Это единственный способ избавиться от проклятий из-за нами. Мне жаль. А, экзоцизм талисманы. Разве у тебя нет чего-нибудь, что может, ну, уменьшить проклятие? Того, что поможет мне одолеть из-за нами. За нами второй по стилю школьный юкай. Первый по рангу юкай единственный, кто достаточно силен, чтобы тягаться с ним. Ну, хоть он и директор. Теперь он старый, почти не охотится. Блин, она реально шарит. Можно сказать, что ни один юкай не способен одолеть из-за нами. Фига, она такая надулась. Я ничего не поняла, однако до меня дошел смысл ее слов. Остается только так. Ой, я знаю, выход двигает 49 дней. Без всякой возможности схитить или выкрутиться. А если в школу перестать ходить? Меня убьют. Я не хочу попасть в такую ад. Соболезную. Мне очень жаль, но я ничего не могу сделать. Фига, помоги мне, ты моя единственная надежда. Никто другой мне не поможет. Путь, способ спасти тебя. Мы с господином Сакуношиным сказали быть тебе, но ее нет. Мне больно это говорить. В моей груди бушевала ярость, которой некуда было выйти. Я крепко сжимал кулаки с опущенной головой. Господин Сакуношин говорит, что кое-кто избавился от проклятий за нами. Был вышивший? Если об этом напомнило мне. Напомни, напоминало луч свет во мраке моего ощущения. Этот человек давным-давно закончил школу и он не знает имя или адрес. Но, по его словам, выживший был. Кто же? Спортсмен с невероятно крепким здоровьем, раз он смог блестяще пробегать несколько часов? Или да? То дело в навыке. Если да, то дело в навыке. Хрупкая девочка вроде меня даже не может сделать стойку на руках. Нет, вряд ли. Скорее всего, этот человек тоже был слабой жертвой. И за нами сам сказал. Неудачники его любимые. Да. Он не мог сделать своей добычей здорового спортсмена. Полагаю, за нами. Он всегда делает своими жертвами таких забитых, вялых школьниц, как я. Но. Не думаю, что моей энергии хватит на несколько часов бега. Если есть какие-то секреты или хитрости, помогающие вышить, то хотел бы я с ним поговорить. Но этот человек уже закончил школу и я не знал имени и адреса. Мне не услышать такие советы. Когда я отчаялась, Мещирус аккуратно кое-что шепнула. Ты не одна такая. Есть мальчик, над которым тоже нависло проклятие за нами. Мальчик? Да. Цукуноши недавно говорил мне, что один мальчик страдает от проклятия за нами. И кто он? Он еще здесь? Да. Я знаю его имя и класс. Странно. Неожиданно. Я вбежал в класс, где он учился. Классная комната была для старшеклассников. Там училась еще одна жертва. О, Сато. Одноклассники указали на пухлую спавшую фигуру, положившую голову на фарту. Он действительно спал, а не дремал. Не знаю, сколько уже над ним висит проклятие за нами. Но если дольше, чем надо мной, значит ему приходится бегать каждый день гораздо больше. Но я была уверена, что он спит от истощения. Он сердито проснулся, но поднял голову, когда назвала имя и за нами. Завтра мне начинается с 10.30. Я так больше не могу. Видимо, его прокляли раньше, чем меня. Время, к которому приходится бегать за нами уже дошло до часа. Я на пределе. День за днем постоянно бегать по коридорам. Вчера он чуть не схватил меня прямо перед звоном. В следующий раз на конец. Он упустил взгляд и грубо почесал затылок. Она сказала, что он выживет, если пробегает 49 дней. Но это только усилило его очаги. Грит, я ни за что не смогу бегать 49 дней. На меня охотится бог смерти. Я уже почти друг. В конце концов, я все равно попаду в фотоад. Эта беготня так усугубляет мои страдания. Надо сдаться вот и все. Не знаю, сколько дней осталось, но... Давай постараемся. Ты серьезно? Нет, серьезно? День за днем, день за днем. Каждый день время увеличивается. Меня хватит, я на пределе. Я больше так не могу. Да, я плохо учебе, у меня нет даже никаких умений, которые могли бы это компенсировать. Даже выжив, я так и буду бесполезным ничтожеством. Бог просто хочет избавить мир от таких неудачников, как я. Зачем только я родился? Это уже слишком. Он наконец зародал, не беспокойся о том, что его услышал. Для меня он был небольшой, слабый надеждой. Если он сможет продержаться 49 дней, то я смогу. Но все равно держись. Он даже не бежит. Он быстр, но никогда не побежит. Да, без перерыва бежать часто или два очень трудно, я знаю. Но пробежать столько ничтожно делается, как ты спасешься. В мире столько людей оказывались бессильны перед лицом. Неизлечимые болезни. Не в силах спастись, они могут лишь позволить судьбе решить. По сравнению с этим, каким бы трудным не было испытаний, если есть шанс преодолеть его своими силами, то это само по себе благо. Невозможно столько времени бежать изо дня в день. Такое просто нереально. Я бегу и бегу, отчаянно пытаюсь выжить. Но что мне ждет в итоге? Ради чего все это? Ты выживешь? А я спрашиваю тебя, какой мне смысл выживать? Может все-таки он догоняет только тех, кто прям сдается, кто все же бегает до самого конца, а выигрывает. Я не могу ни учиться, ни упражняться. У меня нет друзей, нет хобби. Каждый день мне кажется, что я сейчас умру от скуки. Я и хотел умереть. Умереть, будто бы заснув и дорастая в такс снег. Он желает того же, что и я. Он точно такой же. Для него жизнь бессмысленна и ничего не значит. По его мнению, нет смысла 49 дней терпеть это испытание. Я буду вознагражден, если выживу. Получу миллион йен, кто-нибудь исполнит одно мое желание. Если так, тогда сделайте меня великим игроком вышибалы. Купите место от Тома в манге. Нет, я еще не приобрету. Даже если выживу, я ничего не получу. Я просто вернусь к своей безвкусной жизни и желанию столкнуть от скуки. Моя кинжисть закончилась еще в самом начале. Лучше бы я вообще не рождался. Лучше бы я вообще не... В конце я расслышал только рыдание. Он отчаялся. Вместо потери физической силы, он потерял силу воли. И его чувства резонировались наивно. Есть ли смысл выживать и возвращаться к нормальной жизни? Нет, этот мир бессмысленный и бесполезный. Серый мир. Мы бежим только потому, что не хотим попасть в тот кошмарный ад. Если мы справимся, нас ждет лишь возвращение в тот же мрачный мир, что и прежде. Борясь за что-то, мы смогли найти в этом смысл. Но бороться не за что. Мы мучаемся, откладывая неизбежное. И зная, что в конце концов нам придется принять поражение. Какой в этом смысл? Его слова безжалостно поранзили меня. И ты и я, как только мы наступили над тут-то, на острую ступень, нас оценили в ад. Он здесь сказал тебе. Ему нравится смотреть, как ты уничтожишься, как мы круглями бегу и прощали. Чтобы преследовать нас и преследовать. Достаточно повеселившись, он бросит нас в ад, в худший бок смерти. Знаешь, мне совсем не хочется в тот шутке ад. К счастью, раз сегодня среда, я как-нибудь выживу. Потому что в следующий раз я буду обрещен. Среда. Как бы то не... Как... Хотелось бы... Хотя бы в том, что я дожил до сегодняшнего дня, был смысл. Встретив товарища по проклятию, я смог развеять разочарование. Даже как-то оживился. Ты же... Тоже будешь бороться, да? Пока не смиришься. Ты будешь бороться, пока не поймешь, что попадешь в тот же ад, что и я. Но... Думаю, так лучше. Он бы мощно не засмигрался с философской, почти с самой ироничной улыбкой. Я не знал, на что ответить. Если так сказал... Если, как сказал из-за нами, это и вправду игра. Дополнение казнем за поражение должна быть соответствующая награда за победу. Но имеется только очень суровое наказание. Наживать нет смысла. Ему нравятся такие забитые ничтожества, а не его любимая еда. Прозвонил звонок с обеденного перерыва. Завтра или послезавтра я могу его уже не увидеть. Я видел на его лице то, что можно назвать смертельной меткой. Устав от всего этого, я тоже стал раздумывать о том аде. Нет. Я бы ни за что не захотел попасть в тот ужасный атом. Должно быть, я еще не истратил силу воли и физическую силу. Нет никакой гарантии, что через одну-две недели я не отчаясь так же, как он. Развернувшись, чтобы покинуть класс, я вдруг вспомнил, что нечто беспокойное. И остановил, задав ему последний вопрос. Ты тут упомянул, что справишься раз сегодня среда. Я точно слышал, он сказал, что как-нибудь выживет раз сегодня среда. А, ну да. Не знаю почему, но по понедельникам, средам и субботам мне приходится бегать меньше. О, в этом тоже говорила. Чтоб в некоторых днях почему-то меньше. А вот по вторникам, четвергам и пятницам наоборот. Вчера был вторник, самый кошмар. Сегодня стрядаюсь, все не так уж ужасно. Но завтра четверг. И я не справлюсь. В первой неделе я тоже заметил такой шаблон. В целом, дневная норма постепенно растет, но несколько дней короче предыдущих. Однако с днями недели, которые он упомянул, что-то не так. По его словам, долго было вчера, во вторник. Но у меня вчера время пошло быстрее, чем обычно. А, у них разное, да. Изначально думал, что за нами решает, какой день сделает, короче, исключительно по прихоти. Но, судя по словам этого мальчика, короткие дни четко определены. И почему-то мои короткие дни не такие, как у него. Может, наоборот, разделение. Типа, у одних в одно время, у других в другое время. Есть ли правила, диктующие какие-то не короче? Странно, что они у нас разные. Наверное, это лишь прихоть бога смерти. Размышлять об этом пустая трата моего драгоценного времени. Отличие между мной и этим мальчиком в том, что у меня еще осталась... Оставилась сила воли бороться. Не только потому, что я не хочу попасть в тот ад. Пока у меня есть еще эта сила, нужно найти способ застраховаться. Любимая добыча из-за нами растоптанная никчемные дети. Даже тот выживший вряд ли отличается от них, от меня. Если тот ребенок выжил, трудно проверить, что он каждый день бегал по несколько часов. Он явно заметил хитрость. У нас не в разные дни. В этом должен быть некий секрет. Шепнула моя решимость в моем сердце. Бегая, мудак. Ну, зончик. Ха-ха-ха-ха. Ну давай, покажи мне, как ты подухватаешь ртом в воздух. Повесели меня и сегодня. Давай, беги, 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 выкинь все из головы бездумно бегая и кругами блазонка. Он сказал, что среда короче. Но как я и думал, они в моем случае. Стрелки часов были дальше друг от друга, чем вчера. Сегодня я буду бегать по школьным коридорам целый час. И я вовсе не стремлюсь выжить. Я просто хочу исключить возможность попасть в тот ад. Даже думая во всем этом, я впустую трачу уносливость, как я сказала Донами. Больше всего выбросить все из головы и просто бежать. Для неспортивного человека один час уже предел. Если бы не сегодняшнее событие, я бы впал в отчаяние уже сейчас. Но теперь все немного иначе. У меня появилась надежда. В текнях недели должен быть секрет или намек. Найдя его, я смогу выжить. Неплохо справляешься, но ты же больше не можешь, да? Смерть прям тебя так пугает. Ты же чуть ли не молилась о смерти. Впрочем, после картины этого гада любому раз хочется умирать. Хи-хи-ха. Но все же, почему ты так стремишься выжить? Даже выжив, ты лишь повернешься к своей вялой жизни и продолжишь тратить ее впустую. Словно провоцируя за нами, продолжил меня высмеивать. Ладно, почему я хочу жить? Каково значение или в чем смысл жизни? Мне столько нужно обдумать, но я не могу свободно думать о том, пока бегаю круг... О таком, пока бегаю кругами и стекаю ботом. Мне нет времени слушать его глупости. Можно только бежать. Сделать перерыв, пока он не подберется ближе. Сделать глубокий вздох и бежать дальше. До звона я лишь снова и снова повторяю эти действия, стекая ботом и чувствую, как сердце вот-вот лопнет. В тот день, не сясть по коридорам в неком трансе, я сумела подержаться до звонка. На следующий день. Когда я пошла навестить Осато, его одноклассники посмеялись надо мной и сказали, что не знают такого. Я более-менее поняла, вместе с его местом в классе исчезло само его существование. Ну да. Таково одно из восьми школьных таинств. Так происходит со всеми, кого проклинает жнец тринадцатой ступени. Мое сердце разрывалось от ощущений загибели единственного товарища по несчастью. Примыслить, что он навечно попал в тот ад, напоминающий желудок, я в ужасе застыла. Собравшись вниз, копущенной головой выйти из класса, я вдруг заведела плечами старшеклассницу. Рандомная старшеклассница, боже. Что здесь забыла, старшеклассница? Если слоняешься без дела, то знаешь, что только мешаешь. Хе-хе-хе. Красивая. Рандомная старшеклассница с такими прекрасными волосами, моя жизнь точно была бы гораздо лучше. Она прошла мимо меня в класс, посмотрела на расписание занятий, висевшая на стене, и пожала плечами. Кошмарное расписание. Почему нам по субботам приходится ходить в спортзал после полудня? Хостит все выходные. Видимо, это классофискультура по субботам. Она подсказку дает, да? Терпеть не могу спортзал. Вот бы наше субботное расписание было таким, как сегодня или завтра. Лучше бы этого спортзала вообще не было. Хе-хе-хе-хе. Посмотрев через ее плечо, я увидела расписание, когда она сказала, что сегодня или завтра, в четверг и пятницу у них не было физкультуры. Само собой разумеется, у каждого класса разное расписание. В этом классе физкультура была бы понедельником, средам и субботам. Это соответствует дням, которые он назвал короткими. Типа, потому что ты бегал на физкультуре, и он дает тебе возможность отдохнуть. А в моем классе неужели время короче в дни с физкультурой? Сегодня у моего класса физкультура после полудня. Некоторые мальчики слишком далеко зашли в своих шелостях. Учитель разозлился. Без остановки гонял нас кругами по школьному двору. А ведь я хотел сохранить как можно больше энергии на время занятий. Я без конца жаловалась, но когда наступил конец учебного дня, я посмотрел на часы в мире из-за нами, и мы подозрения оправдались. Время гораздо короче. Действительно, в дни с физкультурой время уменьшается. На физкультуре после разминки мы всегда пробегали один круг возле школы. Однако сегодня нам пришлось глядеть кругами намного дольше. И во время этого звонка значительно сократилось за счет тех минут, которые я бежала. Сегодня мы почему-то будем играть совсем недолго. За нами притворился дураком, но я уже все поняла. Это единственный способ победить в игре и за нами. Чем больше я бегаю, тем меньше становится на время. Вот оно что. То есть, их сегодня загоняли. И Там прям резко сильно уменьшилось время, да? А ведь ты можешь бегать. Тебе не обязательно час бегать, да? Очень плотно. Ты можешь 10 часов. То есть, много набежать, но ты бегать будешь там 10 часов, да? Там просто пробежал 5 минут, отдохнул 20 минут. Пробежал еще 5 минут, отдохнул 20 минут. И так можно бегать бесконечно. То есть, целый день можно так и набегать. Ну или, условно, на каждой перемене бегать. По дороге в школу пробежаться. Вот в таком духе. Я пережила вчера, и раз время до звонка сегодня гораздо короче, я с легкостью справлюсь. У меня завтра нет физкультуры. Но если я права, я смогу уменьшить свое время в мире и за нами, если буду бегать на переменах. Да, да, да. Хе-хе-хе-хе. Что, ты поняла? У тебя сегодня глаза горят решимостью, хотя больше напоминает надежду. Надежда. Возможно. Впервые мне кажется, что я вправду могу выжить. Я справлюсь, если сумею уменьшить время за счет бега на завтрашних перерывах. Я могу победить. Могу пережить эти 49 дней. Мне нужно. Я чувствовала, что бегу с новой силой. Я могу. Могу выжить. Он меня не пугает. Я могу бежать. Могу спастись. Меня что-нибудь ждет, если я выживу? Я все еще не знаю ответа на этот вопрос. Но я нашла способ избежать того жесткого ада. Жестокого. Я сейчас так рада, что готова танцевать. Даже если размышлять о значении ценности жизни еще такого нет. Я сейчас живу просто потому, что получила возможность выжить. Давай, давай, беги. Раз находишь время думать о всякой ерунде, то ускоряйся и начинаю потеть. Сегодня счета делилось, но завтра я увеличу время. Ха-ха-ха-ха. Окей. Здесь я тогда закончу. Хороший момент. Узнали инфу. Походу, она реально выиграет. Я даже не знаю, если она права. Если это не какая-то там фишка, которая типа дает надежду. А на самом деле никакой надежды нет. Он просто сейчас уберет ее. Такой вариант, конечно, возможен. Но мне бы хотелось, чтобы она была права. В своих размышлениях. Короче, чтобы у него были правила, которые он соблюдает. Вот. Это, мне кажется, было бы интереснее. Думаю, в следующий раз даже закончить успеем уже эту арку. Окей. Конец записи. Продолжение следует.